Продолжение следует... 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 Если кто-нибудь осмелится к ней приблизиться, ему грозит неминуемая смерть. Умереть в объятиях такой красавицы! Уверяю тебя, я бы не отказался! Дай мне руку! Уверяю тебя, я вижу грязные намерения! Но твоя монета из чистого золота! Получишь их целую горсть, если захочешь! Посмотри-ка туда! У этих десяти мужчин десять ножей за поясом, чтобы защитить мою честь! Что, струсил круглолицей? Подожди, дружок, не уходи! Я могу тебе предложить одно средство, оно тебя тут же вылечит от трусости! Иди ко мне, девушка, принеси мне счастье! Они меня разоряют! Сюда, окрошка! Убирайтесь! Здесь не место для цыган! Но мы ничего плохого не сделали! Убирайтесь к черту! Цыгане все до единого воры! Мне эти слова не очень-то по душе! Идите отсюда! Синьор, мы уже уходим. Но ты пожалеешь еще, что не дал нам заработать. Честным трудом. Вон! Лучше пока в городе не появляйся, Есения. Хозяин денег может тебя узнать. Не нравится мне, что ты воруешь, дочка. Я ведь тебя просила. Она только наказывает обидчиков. Конечно! Кто оскорбляет цыган, пусть платит за это. Да, Махента, твоя внучка умница. С ней вы с голоду не умрете. Все еще на меня сердишься? Тебя могут арестовать. Если это произойдет, я умру. Ну, что я могу с собой поделать? Понимаешь, когда меня оскорбляют, как цыганку, я с ума схожу! И почему я не такая, как ты, спокойная? Ты, внученька, вся в отца. Бабушка, пожалуйста, расскажи, какой он был? Что ты меня спрашиваешь? Спроси ее. Какой он был? Красивый. Мужественный. Глаза, как твои. Он бы очень тебя любил, если бы только... Его не убили до того, как ты родилась. Поэтому, когда ты появилась на свет, чтобы не видеть каждый день убийцу, мы покинули свой прежний табор и перешли в этот. Ты его очень любила. Есения! Иду, Барда! Ты ее слишком балуешь. Я не могу иначе. Она же моя дочь. Исения не твоя дочь. Пока она этого не знает. Но всякое может случиться. Только ты можешь открыть ей правду. Но ведь ты, конечно, этого не сделаешь. Я-то не скажу, но ничто не скроется под солнцем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Сколько? У нас могут быть большие неприятности Конечно Подъехал экипаж Притяжу меня свою руку Марисела Ты действительно меня простила? Простила, отец но забыть не могу и не забуду пока не найду свою дочь Продолжение следует... Продолжение следует... Девушка, которую ты любишь, тебя обманула. Она отдала свое сердце другому человеку. Не советую тебе так убиваться из-за нее. Она тебя никогда не любила. Удивляешься, что она сказала тебе правду, Хакобу. Но они все говорят одно и то же. И если угадывают, то по чистой случайности. Ты так думаешь? Дай мне свою руку, солдат. Такая красивая девушка имеет право приказывать. По твоей руке я читаю, что ты никогда еще не был влюблен. Ты уверен в своей неотразимости и презираешь женщин. Они тебе нужны только для забавы. Мне нравятся блондинки. Ты там их не видишь? Нет. Твои линии сказали мне, что ты полюбишь брюнетку. Ты будешь мучиться из-за этой любви. Как хочешь, можешь не верить. Давай деньги, я бесплатно не гадаю. Брюнетка. Я тебе заплачу чуть позже, а пока садись и составь нам компанию. Вот тебе за работу, умница. О, благодарю, Вась. Но пусть этот тоже заплатит. Успеется, садись. Нет, я хочу, чтобы ты мне сейчас заплатил. Вот и храбрая. Ты со всеми такая. Я люблю укращать лошадей. И красавец вроде тебя. Что ты сделаешь, если я тебя поцелую? Только попробуй. Идиот! Ты еще об этом пожалеешь, болван! Красивая девчонка. И характер есть. Ну ладно, нам пора в казарму. Да. Слушай, у меня же был с собой кошелек. Он на столе лежал. А, чего ты смеешься? Его украла цыганка. И много там было денег? Кустяки и несколько золотых монет. Но меня беспокоит другое. Под подкладкой спрятан список поставщиков оружия. Если он попадет в чужие руки, будет большая неприятность. Я видел, где расположился их табор. Пойдем и поговорим с вожаком. Правильно. У меня был с собой кошелек, и вдруг исчез. Может, ты знаешь, куда он девался? Ты нанес девушке оскорбление. Она отомстила тебе, взяв твою вещь. Если она вернет мне эту вещь, я буду на коленях умолять ее о прощении. Эта девушка упряма, как и ты. И скажет тебе нет. Она может деньги оставить себе. Я прошу ее только вернуть важную бумагу, которая спрятана за подкладкой. Этой девушке не нужны деньги. Но, видишь ли, она обидчива. И поэтому не вернет тебе кошелек. Но, может быть, тебе еще раз погадать? Я могу, пожалуйста. А ты? Ты чего расселся? Я тебе гадать не собираюсь. А ну, встань-ка, уступи ему место. Раздели на три кучки. Согрей карты, гордый. Только вот сможешь ли? Мне думается, что ты такой же холодный, как нос у собаки. Ты встретишь девушку-брюнетку. Ты ее полюбишь. И она тоже тебя полюбит. Это будет большая любовь. На всю жизнь. Конечно, если она будет так же хороша, как и ты. Я вижу слезы. Много слез. То, что я от тебя услышал, конечно, неправда. Но за те приятные минуты, которые ты мне доставила, я тебя благодарю. Ты очень красива. Нам надо идти, Асвальдо. Да, да, Хакобо. Сколько я должен? Ничего. Твои учтивые слова мне дороже денег. Могу я узнать твое имя? Ее зовут Есения. Но не в пример ей мне деньги дороже всяких слов. Я с удовольствием приму их. Хакобо. Спасибо. Возьми, моя прелесть. Идем. Так ты не вернешь мне то, зачем я пришел. Нет. Это плата за поцелуй. И я ее оставляю себе. В конце концов, эта бумага не так уж для меня и важна. Завтра на закате я жду тебя у реки. Завтра на закате у реки. Что с тобой, мама? Ты плохо себя чувствуешь? Нет, дочка. Я просто испугалась. Я думала, что этот христианин пришел тебя арестовать за воровство. Это не воровство, а месть. Хорошо сработано. Ты настоящая цыганка. Хе-хе-хе. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Солдат! Ты уходишь, предатель? Не дождавшись меня? Я тебя ждал трое суток. А я не обещала, что приду. А куда ты сейчас направлялся? Куда? В твой табор. Тебя искать. И заставить. Что? Ой, какое лицо! Если ты таким грозным появишься в таборе, тебя даже грудные дети испугаются. Тебе нравится издеваться над людьми, да? Но мне не нравится, когда это касается меня. Поэтому я хочу тебя наказать. Нет, 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 пусти меня! Погоди, я тебя проучу! Он вздумал проучить меня, дурак. Раз я цыганка, то со мной можно делать все, что угодно. Ты ошибаешься. Я больше не хочу тебя видеть. Понял? Ой, сколько крови. Так тебе и надо. Ты получил по заслугам. Ты что, умер, что ли? Прошу тебя, не делай этого. Ну, открой глаза, открой. Мне не хочется из-за тебя в тюрьму садиться. Тихо, тихо. Хотела меня убить? Да, за то, что ты грубиян. А, так противны мои поцелуи. Если их желаешь, может, они и хороши. Но отвратительны, когда их навязывают силой. Верно, прости меня. Я не должен был этого делать, но ты сама виновата. Я виновата? Ты даже не понимаешь, до чего ты прекрасна. И ты мне очень нравишься. Если ты меня опять поцелуешь, я тебя еще раз стукну по голове. Клянусь своей цыганской кровью. Нет. Я только хотел посмотреть в твои глаза. А я пришла сюда не для того, чтобы смотреть в твои. Не воображай. Вот. Благодарю. Тебе болен? Голова эта пустяки. У меня сердце болит. Будто ты в него нож вонзила. Ты мне нравишься больше, чем бы я этого хотел. Гадать, как ты, я правда не умею. Но мне кажется, что я тебе не противен. Ты мне нравишься, цыганка. А. А. Субтитры подогнал «Симон» Уже почти месяц, как мы знакомы. И с каждой минутой я люблю тебя все сильнее. Усвальд, нам нужно с тобой расстаться. И никогда больше не видеться. О чем ты говоришь? Почему? Потому что мои тебя не признают. Я сумею их угорицать. Нет, они могут тебе причинить зло. Нет, не усмелиться. Разлучить нас с тобой никто и ничто не сможет, моя любовь. Я тебя обожаю. А теперь мне нужно бежать. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты его очень любишь, да? Бесконечно. А он тебя? И он меня. Я в этом уверена. Беги с ним. Бежать? Да. Почему? Он хочет поговорить и с вожаком, и с моей матерью. Тебе не разрешат выйти за христианина. Знаешь, что они сделают? Убьют его. Рейна? Оставь, пусть поплачет. Ее бросил тот офицер. Вот вид горе. И ты еще после этого советуешь мне бежать со свальду? Так у тебя нет другого выхода. Замуж за него они все равно тебя никогда не отдадут. Раз ты его любишь, как сказала, тогда тебе только это и остается. Нет. Ни за что. Я не могу бросить своих. Ох, мама, как я боюсь злых духов. После нашего шатра уже зажгли кастры. Они испугаются огня и уйдут. Я скоро умру. У меня все горит внутри. Нечем дышать. Мама, обещай мне, что ты позаботишься моей дочери. Ей мало будет проку от такой глупой старухи. Когда ты принесла Есения, которая только что родилась, мое сердце потянулось к ней. Я полюбила ее, как родную дочь. Она не твоя дочь. И когда-нибудь об этом узнает. Поклянись мне, что ты откроешь ей эту тайну лишь в крайнем случае. Клянусь. А теперь постарайся, доченька, заснуть. Что случилось, Орлэндо? Твоей матери очень плохо. Почему же мне не сказали? Тебя всюду искали, но нигде не нашли. Мама, я с тобой. Да, детка. А сейчас ты где? Я тебя не вижу. Не вижу. Как я тебе благодарна за твои слезы. За любовь, за твою доброту. Обними меня, Есения. Обними покрепче. Мама. 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 Она умерла. Дух Трифении, встреч свою звезду и найди на ней отдохновение, а потом снова вернись в этот мир. Пc sea. Отрез. Отрез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Защищайся! Я хочу поговорить с вожаком! Защищайся! Алина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем ты пришел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу с тобой поговорить наедине. У меня нет секретов от моих людей. Говори! Если ты пришел для того, чтобы вербовать наших мужчин в солдаты, я тебе скажу, что мы, цыгане, не имеем родины. Нет, сеньор. Я пришел поговорить с тобой о Есении. Я ее люблю и прошу разрешить нам пожениться. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Есения цыганка, а ты христианин. И наши законы не похожи на твои. Но я люблю ее, сеньор. У нас в таборе есть много мужчин, которые тоже могут пожелать взять ее в жены. Я прошу ее руки. И перед всеми тебе обещаю сделать ее счастливой. Если Есения этого хочет, она твоя, Бардо. Сеньор, я пойду на любые твои условия. Я готов жениться по вашим законам. Есения тоже меня любит. Это верно, что ты любишь христианина? И не хочешь выйти за Бардо? Нет, Есения. Скажи ему, чтобы он ушел и больше не приходил. Идем, Асфальдо. Ты видишь, как они возбуждены. Не бойся за меня. Со мной ничего не будет. Прошу тебя, сеньор, исполни мою просьбу. Он готов жениться на мне по нашему закону. Пусть уходит. Я отдавай ее за Чижова. За меня Есения ответил табор. Ты понял? Есения, только ты можешь распоряжаться своей судьбой. Пойдем со мной и поженимся по нашему закону. Есения, не верь ему, не уходи из табора. Они все говорят нам красивые слова. А потом бросают нас. Есения, ты не можешь сомневаться в моей любви. Нет, Асфальдо, я верю в тебя. Есения, если ты сейчас уйдешь, то к нам ты больше никогда не вернешься. Мне надо с тобой поговорить, вожак. Но только с глазу на глаз. То, что ты хочешь сказать, мне должны все слышать. При всех я не буду говорить. Я связана клятвой данной той, которой уже нет на этом свете. Пойдем. Один глоток для храбрости. Есения нашим законам не обязана подчиняться. Потому что она не цыганка. Объясни. Это было давно. Один богатый человек отдал мне девочку. Она только что родилась. И что стало с этой девочкой? Она здесь старейшая. Это Есения. Есения? Чем ты можешь доказать, что это не ложь? У нее на груди ты увидишь медальон. Этот медальон христианский. Разве тебе этого недостаточно? Ты мне должен верить, я цыганка. И хорошо знаю, что ждет того, кто смелится обмануть своего вожака. А Есении известно, что она не цыганка? Нет. Ты не должна раскрывать ей эту тайну. Я ей не открою, если ты отдашь ее в жены христианину. Моя дочь, умирая, заставила меня поклясться, что я расскажу обо всем Есении, только в случае крайней необходимости. Теперь ты все знаешь. Остальное зависит от тебя. Ладно, так и быть. Пусть берет ее в жены. Но свадьба будет по нашим законам. За это можно сделать еще глоток. Секреты мертвых не могут быть разглашены. Я только скажу, что получил приказ свыше. Есения, иди сюда. Это верно, что ты носишь христианский амулет? Спрячь его и никогда с ним не раздавайся. Только благодаря ему исполняется твое желание. Ты не предупредил полковника, что мы можем задержаться. Я ему говорил, что женюсь на цыганке. Он засмеялся и посоветовал мне не дурить. Пригрозил арестом, если я покину казарму. Я думаю, что так и будет. Христианин! Подойди сюда. Ты готов, солдат? Да, сеньор. Тинька, невеста готова? Да, вожак. Приведите ее. Иди к жениху, он тебя ждет. Субтитры создавал DimaTorzok Звезды и Луна свидетели твоей свадьбы. Если ты не сдержишь своего слова, они тебя покарают. У тебя еще есть время подумать. Ты можешь от всего отречься и уйти. Мстить за это тебе мы не будем, не бойся. Я никуда не уйду, вожак. Исению я люблю и беру ее в жены. Когда иссякнет пшеница, из которой сделан этот хлеб, вино и соль в этом мире, тогда и любовь ваша иссякнет. Тинька. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потанцуем, Бардо? Бардо... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не волнуйтесь, спокойнее, друзья мои! Я прошу прощения, капитан, но у меня есть приказ доставить вас в казарму и посадить под арест! Что ты сделал, Асфальдо? Ничего серьезного, любовь моя, не волнуйся. Подержат пару дней и отпустят. Ты останешься здесь со своими или отвезти тебя в отель? Нет, Асфальдо. Я твоя и поеду с тобой. Хакобо, я доверяю ее тебе. Позаботься о ней и будь другом. Не беспокойся, Асфальдо. Я все сделаю. Благодарю. До свидания, жизнь моя. Добрый день. Добрый день. Капитан Ледук заредеривировал комнату. Да, сеньор офицер. Двенадцатый номер. Спасибо. Спасибо. Здесь тебе будет удобно, Эссене. Не волнуйся за асфальдо и отдыхай. Вы собираетесь пообедать здесь? А мне все равно где. Я очень голодна. Вам могут принести в номер? Как это в номер, когда есть столовая? Ой, послушайте, я так хочу есть, чтобы меня прямо все кишки подвело. Сейчас очень много работы. Вам придется долго ждать. Используйте, если мне нужно ничего. Асфальдо, я так хочу обратно, как это за асфальдо. Давай, покушайте. Давай, покушайте. Давай, давай. Давай. Асфальдо. Давай, давай. Что вы делаете? Тушить надо, а не спрашивать. Да чего эта девица вульгарна? Эй! 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 Эй, ты! Ты меня когда-нибудь подашь? Ты что, глухой или прикидываешься, делаешь вид, что не слышишь, чтобы меня не обслуживать? Пойди-ка лучше в свою комнату. Здесь не место для цыган. Ах! Так ты мне не собираешься подавать? Я? Нет. Тогда и другие ничего не получат. Боже мой! Это ещё только начало. Если ко мне не подойдёшь через пять минут, увидишь, что я сделаю. Что это за ресторан, в котором рядом с нами позволяют сидеть цыганки? Синьора, это цыганка супруга капитана Ледука. Капитана Ледука? Да. Ох, это невозможно. А что ты на меня уставилась, как будто бы у меня проказа? Что она себя позволяет? Извините. Этой цыганке здесь не место. Эй, приятель, если тебе что-то во мне не нравится, говори мне в лицо. Мне не о чем говорить с цыганкой. Уйдите и оставьте нас в покое. Ох, ты! Синьора, синьор, прошу вас, прошу вас. Смотрите, пожалуйста, какой нашёлся. Что вы делаете? Успокойтесь. Отстань от меня. Помолочи на цыганка. Прошу вас, оставьте меня. Успокойся, Клара. Скажи этой цыганке, чтобы убиралась отсюда, вон. Она не уйдёт. Боже мой, какой скандал. Педра, уйдём отсюда. Хочешь, тебе! Хочешь, тебе! А ваша супруга очень темпераментна, капитан. Я еще не все знаю из того, что она натворила, но могу вас заверить, господин полковник, что я на ее стороне. Я первый, кто с радостью к вам присоединяется. Но в городе слишком много говорят об этом, и я считаю, что будет лучше, если она покинет отель. Подыщите для нее дом, капитан. И сегодня же я вас освобождаю из-под ареста. Вы свободны. Чего же вы ждете? Поторопитесь. И при первом удобном случае представьте меня своей жене. Я буду рад познакомиться с ней. Она вам понравится. Подержи, пожалуйста. Секундочку. А нет. Закрой глаза и не смей поворачиваться. Так, моя прелесть. Опа. Пошли. Ну вот. Сейчас можешь открыть свои глазки. Милый, это мое? Мое, да? Милый, это все как сон. Кляни, что мы будем жить тут вместе. И ты меня никогда не бросишь. Пока у нас хватит денег платить за эту роскошь, клянусь тебе. Счастье мое. Счастье мое. У меня точно такая асфальта. Ну, точно такая. Кто это, сеньора? Это изображение Годолубской богоматери. Кто тебе дал этот медальон, Есения? Бабушка. А. Освальдо, она точно такая же, правда? Да. Кто тебе дал этот медальон, Есенин, 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 Есени О, нет, нет, не входи, не входи. Почему? Потому что я приготовил для тебя сюрприз. Закрой глаза. Пойдем. Теперь можешь открыть. О, вид такие носят сеньоры. Какая красота. Это для меня? Конечно, моя любовь. Теперь все понятно. Ты купила это, потому что не хочешь, чтобы я одевалась как цыганка. Освальдо, я тебе нравлюсь. Ты просто очаровательна. Оно, наверное, очень дорого стоит. Ты думаешь, в этом наряде люди не узнают во мне цыганку? Ты выглядишь прекрасно. Просто как великосветская дама. Войска Хуареса уже совсем близко, в нескольких километрах от нас. И как ты расцениваешь ситуацию? Ситуация плохая. Император не сможет долго сопротивляться. О своем крестнике Асвальдо ты что-нибудь знаешь? Да, знаю, что он живет с какой-то девицей, не соизволив обвенчаться с ней. Не сердись. В его возрасте это вполне допустимо. Нет, в данном случае недопустимо. Касильда Лебланка мне с ужасом сообщила, что он с ней всюду показывается. Дедушка Роман, почему бы мне не дали знать, что вы здесь? Шахматы важнее моего поцелуев. Иди сюда, дитя мое. Что-то вы, мои мальчики, слишком уж серьезны. А, я все понимаю. Опять говорили об этом противном Асвальдо. Почему он тебе так антипатичен? Ты его даже не знаешь. Не собираюсь знать. Мне просто обидно, что мой дедушка Роман кого-то еще любит, кроме меня. Да, люблю. Но тебя больше, дорогая, ты успокоилась? Твой крестник опять тебя расстроил? Мне хватит от того, что он перешел к Хуаресу. В политике я не разбираюсь. Но, по-моему, он правильно делает, что поступает, как ему хочется. Луиса, не говори глупости. Ты слишком молода, чтобы разбираться в подобных вещах. Вам не угодишь. Что бы я ни говорила, почему-то все не так. Когда я ругаю твоего крестника, вы сердитесь. Хвалю, вы тоже недовольны. Нет, моя королева, нет. Я тобой всегда доволен. Любые твои слова я принимаю. И не смей возражать. У тебя в последние дни очень расстроенный вид. Что-нибудь случилось? Да, мама. Я боюсь за Луису. Боишься? Ну, почему? Я обратила внимание, что ее утомляет малейшее усилие. Она плохо спать стала. У тебя, моя милая, очень богатое воображение. Нет, мама. Вспомни, что говорил доктор о ее сердце, когда она была совсем маленькой. Капитан Ледук, у меня есть для вас одно важное поручение. Я в вашем распоряжении, господин полковник. Мы потеряли двоих людей, осуществлявших связь между нами и Мехико. А необходимо доставить туда документ особой важности. И вы его отвезете. Есть, господин полковник. Вы должны отправиться в путь немедленно. Попрощаться с супругой вам уже не удастся. Миссия столь важна, что не терпит отлагательств. Слушаюсь, господин полковник. Вольно. А теперь подойдите сюда. Слушаюсь. Передай моей жене, что я уезжаю не меньше, чем на месяц. Ты мой дом, знаешь? Знаю. Скажи, что я люблю ее и что... Ну ладно. Я все уже написал здесь. Держи. Ей будут нужны деньги. Отправляйся. Слушаюсь. Асфальдо! Асфальдо! Приготавьтесь. Давай на ту сторону. Стой! Хватай его! Обыщи. Золото! Могло быть и больше. Ну и на этом спасибо. Оттащим его. Пора кончать эту комедию. Комедию? Да. Нет, сеньор. Мой муж меня любит. О чем вы говорите? Асфальдо вам не муж. Муж, сеньор. Нас поженили в таборе. Я его законная жена. Этот брак недействителен. Какая-то ерунда. Мошенничество. Вы можете думать все, что угодно. Я могу сказать только одно. Что мы любим друг друга. Да, вы очень красивые. Я нисколько не сомневаюсь, что Асфальдо мог вами увлечься. Но вы должны понять, милочка, что между цыганкой и таким человеком, как Асфальдо, не может быть союза. Масло с водой не смешивается. Это закон природы. Асфальдо говорил, что вы хорош. Нет, это совсем не так. А если бы было и так, я бы все равно сказал вам, возвращайтесь к своим. И оставьте его. Оставить? Асфальдо? Связь с цыганкой подрывает его репутацию и вредит карьере. Асфальдо быстро забудет свое увлечение. Нет, сеньор. Этого никогда не случится. Асфальдо меня любит. И краснеть ему за меня не придется. Не уверен, девочка. Не уверен. Это вы, сеньор, не уверены. А я ни минуты не сомневаюсь. Время покажет. Когда-нибудь ты скажешь, что я был прав. Я живу не в будущем, сеньор. Для меня важно настоящее. А пока... Асфальдо мой. Было бы хорошо, если бы я ошибся. Да я вижу, девушка симпатичная. Но, к сожалению, существует закон, который переступить нельзя. И Асфальдо рано или поздно тебя бросит. До свидания. Вашу шпату, официант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Часовой! Отправь это письмо, адрес тут есть. Я пишу своей жене, она не знает, где я. На. Хм, маловато. Это все, что у меня есть, я тебя умоляю. Часовой, спасибо. Поторопись, мы должны быть засветло в городе. Я уже все сделал. Ты что, устала, Орленда? Да, немного. Я знаю, о чем ты думаешь, барн. Асфальда! Где он? Где? Ну, ты ведь знаешь, он военный. У него маневры. Я его жду с минуты на минуту. Как там бабушка? Как все? Тогда почему ты плачешь? От радости. Я давно тебя не видела. На меня нахлынули воспоминания. Неправда, Есения. Ты меня не обманешь. Вот, посмотри. Вот же его одежда. Вот. Это ни о чем не говорит. Он тебя бросил? Отвечай мне. Что ты делаешь, барду? Ты пойдешь со мной. Он не вернется. Вожак тебя примет обратно. Барду, пожалуйста. Не говори никому, что меня бросили. Я не хочу, чтобы они меня презирали. Обещай, барду. Я сделаю все, что ты захочешь. Поклянись мне, что не будешь мстить Асфальду, если ваши дороги перекрестятся. Хорошо. Я клянусь. Открывай дверь. Да, сеньор. Сейчас. Верь, если не хочешь попасть на тот свет. Нет, не хочу, сеньор. Иди вперед. Где ключи? Сейчас, сеньор. Хакобо. Где ключи? У меня, сеньор. Открывай. Ты свободен, Асфальдо. Мы победили. Я думал, что не дождусь этого момента. А Есения, ты видел ее? Что случилось? Что с ней говори, Хакобо? Ну, ключ от нашего дома. Она ушла. Устала тебя ждать. Я ведь писал ей. Деньги послал, деньги послал свистовым. Ничего не знаю. Знаю только, что она ушла в свой табор. Ты ее видел? Да. Она была... Продолжай. С тем цыганом. Целых 10 дней дедушка Роман меня не навещал. Он думает, я не знаю, что у него живет его обожаемый крестник Асфальдо. Томас, твой верный слуга, сказал мне, что ты его чуть ли не с ложечки кормишь. Не сердитесь на нее, Дона Романа. Луис очень волновалась. Боялась, что с вами что-то случилось. А почему ты не пришла навестить меня? Вдруг я заболел? Чтобы встретиться с этим противным? Значит, твоя антипатия к Асфальдо сильнее, чем любовь ко мне. Ну и пусть он у тебя живет. А я иду к моему дедушке Хуану. Неправильно, моя дорогая девочка, потому что дед Хуан ни на кого тебя не променяет. Ты только не попадись на его удочку. Он говорит это в пику мне. Пойди сюда, моя девочка. Есть Асфальдо или его нет, тебя я обожаю. Тогда ты чаще ко мне приходи и не заставляй меня ревновать. Что это, сеньор? Лицо у вас такое, будто вы выпили уксус. Я вас обоих люблю одинаково. К тому же я ваша единственная внучка. Ну а теперь я бы хотела выяснить, почему ты так долго у нас не был. Я должен был уделить внимание Асфальдо. Он чудом избежал смертной казни и приехал ко мне в очень тяжелом состоянии. Теперь ты поняла? Ну будет, надоело. Трещите безумолку. Ампаро, принеси Роману кофе. Если его приготовит не Луисито, я к нему не притронусь. Большим удовольствием, дедушка. Подожди, Луисито, я с тобой. Неплохо было бы получить кофе. Рюмочку книг. Ах ты, старый пьяница, эрна. Ну пойду принесу тот, который ты любишь. Послушай, Мариселла, что тебе сказал доктор по поводу здоровья Луисито? То, чего я боялась, дон Роман. У нее тяжелый порок сердца. Всего-то подумаешь. С пороком сердца люди живут всю жизнь. Это чепуха. Нет, дон Роман. У Луисито положение очень серьезное. Почти безнадежное. Субтитры создавал DimaTorzok Я не спешу, Есения, но ты должна меня понять. Я тебя люблю. Вожак дал мне месяц срока, чтобы я подумала. Осталось еще две недели. А после... Что после? Что, Есения? Мы поженимся, Барт. Доброе утро. Это что? Мой отпуск пришел к концу, и мне пора, как ни грустно, явиться в часть. Кто это? Моя внучка. Очаровательная, правда? Лусита? Я думал, она еще маленькая. А, годы быстро бегут. Я вас на днях познакомлю, но предупреждаю заранее, она тебя недолюбливает. Почему? Ревнует. Тебя ко мне. Ах, вот как. Бедняжка моя. Что вы сказали? Нет, я просто так. Скоро я тебя представлю ей. Ага. Ты пока подожди, а я посмотрю, тут ли он. Скажи ему, что мы здесь совершенно случайно. Проходили мимо и решили посмотреть на лошадей. Вперед, вперед, так, так, вперед. Стой, малыш. Спокойно, спокойно. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Устал, да. Устал, мой хороший. Карлес? Отведи его. Привет, Хакобо. Привет. Карлес, проверь переднюю левую подкову. Разговаривать тебе и не надо. Я просто хочу, чтобы ты на него взглянул. Он там один на манеже. Иди. А ты разве не пойдешь со мной? Нет. Ступай одна. Я приду позже. Ну, бог с тобой. Иду, но только ради тебя. Ну, бог с тобой. Прекрасный конь, вам не кажется? Как вам сказать? Это ваш друг? Да. У вас плохой вкус. Плохой вкус? Если вы действительно дружите с капитаном Ледуком, следовательно, у вас очень плохой вкус в выборе друзей. Простите меня, вы сказали капитан Ледук? Да, этот кривоногий. Я вижу, вы не слишком благоволите капитану Ледуку, сеньорита Гомес Дуэнис. Откуда вы знаете мое имя? Я видел ваш портрет в доме моего крестного моего друга. Невозможно забыть лицо, подобное вашему. Потому что оно некрасивое. Потому что оно прекрасное. Ах, даже так? Благодарю за комплимент. Машет ручкой. Даже в седле он выглядит напыщенным и самодовольным. Ты противный. Точно таким я тебя и представляла. Что вы смеетесь? Мне доставило удовольствие то, что вы сказали об Асфальдо. Если бы он это услышал, он возненавидел бы всех женщин. Да? Они бы от этого ничего не потеряли. И потом он уродлив. Очень обаятельный. Да. Впрочем, он не стоит нашего внимания. Он его не заслужил. Вы совершенно правы. Извините, мне пора. Сеньорита, позвольте мне вас проводить. Благодарю. Знаете, у меня такое впечатление, будто вы разочарованы в любви. Может, я ошибаюсь? Дедушка, ты не знаком с... С Асфальдо? Здравствуй, крестный. Здравствуй, здравствуй. Вы капитан Ледук? На этот раз вы угадали. О, дедушка, он посмеялся надо мной. Но простите, вы сами все изволили напутать. Вы могли вывести меня из заблуждения. По правде говоря, мне было интересно слушать то, что вы говорили обо мне. Дед, скажи ему, пожалуйста, что он должен уйти отсюда и сейчас же. Но мне показалось, вы понравились друг другу. Хоть ваша внучка крестная сама во всем виновата, я готов принести ей свои извинения. Умоляю вас простить меня, сеньорита. А, я прощу, но при одном условии. Готов на любое. Можете научить меня верховой езде? Ни в коем случае. Почему? Не разрешаю, и все тут. Ну почему, дедушка? Ведь многие женщины это делают. Я могу научить вас. Нет, не думайте, сеньор, я этого не допущу. Ну, пожалуйста. Нет, 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 девочка, и не проси. Я за тебя боюсь. Вдруг что-нибудь случится. Ты прав. Разве я могу огорчить своего любимого дедушку? Спасибо, детка. До свидания, Асволь. До свидания, крестная. До завтра. Луиза. 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 Луизита. Боже мой. Боже мой. Ну почему я согласилась на ее каприз? Не могу понять, как это случилось. Я виновата. Не могу ей ни в чем отказать. Луизита. Не волнуйтесь, Асвальда. Эти обмороки у нее часто бывают. Врачи говорят нервы. Бабушка. Что, дитя мое? Асвальда. Этого я и боялся. Потому и запретил тебе исполнять ее прихоть. И все-таки отчего эти обмороки? Ее бабушка сказала, что у нее нервы не в порядке. Нет. К сожалению, нет Асвальда. Только мне и матери Луизы известно, что это намного серьезнее. После одного из таких обмороков она уже не встанет. Никогда бы не подумал. Она выглядит такой здоровой. Не беспокойся, Луиза больше никогда не сядет на лошадь. Даю тебе слово офицера армии Хуареса. Нет, дорогая моя сеньорита, нет, нет. Раз и навсегда забудьте об уроках верховой езды. Я не хочу, чтобы вы упали еще раз и испортили свое прекрасное личико. И только из-за пустого каприза. Нет, нет и нет. Ты правда думаешь, что я красивая? Очень красивая, но просто невероятно красивая. Подумай, стал бы я проводить с тобой столько времени, если бы это было не так. Я люблю красивых девушек. Значит, я тебе нравлюсь? Или ты это говоришь в угоду дедушке? Какая глупая девочка. Неужели ты никогда не видела своего лица в зеркале? Асвальдо! Нет, прости меня. Нет, это я должна просить у тебя прощения за антипатию, которую к тебе питала. Но теперь все изменилось. Я люблю тебя. Бог мой, Луиза. Мама, мамочка, мои дорогие, у меня для вас сюрприз. Огромный сюрприз. Я стала невестой. Уверяю тебя, крестной у меня и в голове этого не было. Я оказывал ей внимание, был любезен. Но Луисита приняла мое хорошее отношение за любовь, которой нет. Значит, ты ее не любишь? Не люблю. Не хочу тебя лгать. Я люблю только Есению и буду любить ее всю жизнь. Несмотря на то, что она тебя бросила? Несмотря ни на что. Тогда, дружок, перестань там бывать. Но прекрати визиты постепенно, чтобы для нее не была неожиданностью разлука с тобой. Ведь у Луисы больное сердце, и ее нужно беречь. Я тебе обещаю. Подожди, Луисы-то. Присядь. Я хочу поговорить о нас с тобой. Так больше не может продолжаться. Я с нетерпением ждала этого момента, и он остал. Да, но капитан Ледук, когда просят руки у девушки и предлагают ей стать своей подругой на всю жизнь, не делают грустного лица. А приглашая на танец, говорят слова, ласкающие слух. Сеньор, ваша Дульсинея принимает приглашение. Скажи, Усвальдо, что тебя во мне покорило? Моя кукольная физиономия? Или эти глупые обмороки, которыми так славились дамы в эпоху Ренессанса? Нет, нет, меня в тебе покорили. Твоя красота, твоя нежность, твоя наивность, твоя живость и доброта. Я тебя обожаю. Луиса, ты согласна стать моей женой? Крестные, я Луисе сделал предложение. Но мой мальчик, ты понимаешь, что говоришь? Да, крестные. Значит, ты забыл Есению? Нет, и не забуду. Но Луисита меня полюбила, и я постараюсь сделать ее счастливой. Дай свое благословение. Благословляю тебя. И поздравляю, Усвальдо. 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 Бардо, мы еще не скоро будем в Мехико. Скоро. А почему ты спрашиваешь? В Мехико есть церковь Святой Девы Марии. Я хочу пойти туда. Нет, мы пойдем вместе. Мы ее попросим дать нам счастье. И избавить нас от всех невзгод. В Мехико есть церковь Святой Девы Марии. В Мехико есть церковь Святой Девы Марии. В Мехико есть церковь Святой Девы Марии. Вот моя рука. Поищи на ней следы большой любви, за которую заплатили ложью и предательством. Ложь и предательство относятся к тебе, Усвальдо. Это ты бросил женщину, которая тебя любила больше жизни. Это неправда. Она ушла с другим мужчиной. Она тебя обожала. Больше месяца она тебя ждала. И потом, устав ждать, ушла к своим. Я тебе писал и деньги отправил. Теперь я скажу, что это неправда. Ко мне никто от тебя не приходил. И ничего я от тебя не получала. Я перед тобой ни в чем не виноват. Выслушай меня спокойно, Есения. Я должен был доставить секретный пакет, но меня схватили и приговорили к расстрелу. Все время, что я сидел в тюрьме, я только о тебе и думал. Усвальдо... Есения! Вот что, христианин. Чтоб завладеть Есенией второй раз, тебе сначала придется убить меня. Есения моя! Моя, слышишь? Моя! Бортал! Ты поклялся! Ты поклялся! Кто эта цыганка? Что она хотела? Наверное, погадать, как все цыганки. Как интересно! Я хочу, чтобы она мне предсказала судьбу. Не стоит, моя милая. Пойдем. Пойми, детка, это все глупости. Хотя бы и так, бабушка. Ты мне заставишь компанию? Нет, нет, Луиси. Ты уволь меня. Тогда мне придется идти одной. Дальняя дорога. Да-да, я как раз собираюсь в Париж. Дай-ка руку. У тебя близкое свидание и приятная неожиданность. А ты щедрая девочка. Ты можешь предсказать мне судьбу? Могу. В мои руки нечасто попадают золотые монеты. Что-нибудь плохое? Да нет, ничего. Я вижу болезнь. Но болезнь от любви. Ты влюблена? Или я ошибаюсь? Нет, верно. Я действительно влюблена. И скоро выйду замуж. Твой суженый высокого роста. Брюнет. Ты слышишь, бабушка? Она описывает Асфальдо. Твой жених военный. Офицер. И это угадала. Он капитан. Что там еще? Больше ничего. Смотри, бабушка. Такой же медальон, как у меня. Это мой амулет. Я никому не позволяю его трогать. У меня точно такой же. Взгляни. Откуда у тебя этот медальон? Он у меня с рождения. Благодарю, милая девушка. Я тебе дам еще одну монету. Не нужно. Я уже получила. Ну, твое дело. Идем, бабушка. Асфальдо, наверное, беспокоится. Может быть, ты хочешь, чтобы она и тебе погадала? Нет, благодарю. Мое внимание привлек этот медальон. Ах, медальон? Он с самого рождения моей внучки. Он тебе что-нибудь напоминает? Возьми. Придешь по этому адресу. И девушка тоже. Эта дама что, сумасшедшая? Почему она так на меня глядела? Не знаю. Ты же цыганка, угадай. Я не могу. У меня мозги сейчас другим заняты. Почему ты дала свой адрес, сказала, чтоб мы пришли. Мы пойдем, внучка. Когда богачи открывают перед тобой двери, не воспользоваться этим просто грех. Я не пойду туда. Какая муха тебя укусила? Я не могу, не хочу туда идти. Они украли у меня асфальдо. Асфальдо. Асфальдо? Ну и дела. Мне нужно выпить еще глоток. Мы пойдем. Обязательно пойдем. И заявим о своих правах. Ну-ка, девочка. Вытри свои слезки. Принарядись так, чтоб богатые от зависти лопнули. Это что за глупость? О чем ты говоришь? Я хочу, чтоб ты была красивая и нарядная, когда туда пойдешь. Я же сказала, что не пойду. О, но ведь я, кажется, слышала, что они украли твоего мужа. Да, именно поэтому я не желаю к ним идти. А, пойдешь, Есения. Потому что мне духи сегодня сказали, что ты обязана это сделать, чтоб защитить свои права. Да ты пьяная бабушка. Ну, не очень. Мне было необходимо немного подкрепиться для смелости, чтобы я могла рассказать тебе то, что уже много лет. Тсс, секреты держу. Несешь какую-то бессмыслицу. Если будешь пить, совсем перестанешь соображать. Ошибаешься, внучка. Спиртуное даже полезно. Оно возбуждает. Так вот, деточка. Трюшения меня просила сказать тебе, когда придет время. И оно пришло. Что сказать? Что, бабушка? Сказать тебе, что ты не цыганка. Чушь какая-то. Да ты с ума сошла. Я цыганка. О нет, о нет. Присядь и успокойся. Успокойся и слушай. История довольно длинная. Субтитры создавал DimaTorzok Ты хорошо подумала о том, что собираешься сделать? Да, Бардо. Не волнуйся. Я чувствую, Есения, что нас ждет разлука. Я потеряю тебя навсегда, если ты войдешь в этот дом. Нет. Вот здесь ты родилась, Есения. Подумаешь, какое счастье. Будь они все прокляты. О, разве можно проклинать свою мать? Та, что живет здесь, мне чужая. Моей мамой была Трифения. Идем в арту. Нет, Есения. Я желаю тебе счастья. И запомни, если тебе для этого понадобится моя жизнь, я ее с радостью отдам. Успокойся, Бардо. Возвращайся домой и жди меня. Да. Это она. Узнали? Еще бы вам не узнать. Ночка-то была звездная. Ночь, когда решалась судьба Есении. Хуан, пойдем позовем Мариселлу. Ты когда-то отнял у нее дочь. Ты и должен ее вернуть. А вы не боитесь оставлять нас одних? Разве вам не известно, что цыгане славятся всюду как воры? Я вижу, внучка, ты пришла сюда, чтобы устроить скандал. Так оно и есть, бабушка. Я ненавижу этих людей. Я покажу им, кто я такая. Единственное, чего добьешься, что они выкинут тебя из этого дома, как выкинули в свое время. Какое здесь богатство, ты что, не видишь? Богатство. Кому оно нужно? Я никогда не была завистливой. А сейчас меньше всего. Не смей трогать, бабушка. А почему не выпить? Да еще бесплатно. Дочка. Доченька. Не надо, отойдите, сеньора. Я ведь к вам пришла не за материнской лаской, которой вы меня лишили, выбросив из этого дома. Нет. Это сделала не я. Как ты могла подумать, что я отдала тебя по своей воле? К чему эти оправдания, сеньора? Я в них не нуждаюсь. Я пришла только за тем, чтобы сказать, что я вас ненавижу. Отец, откройте ей правду. Найдите в себе мужество. Ведь это из-за вас родилась ненависть в сердце моей дочери. Я никогда не переставала надеяться, что судьба вернет мне тебя. И теперь я не хочу потерять тебя вновь. Не хочу, чтобы ты меня проклинала. Скажите ей правду. Я вам приказываю. Твоя мать ни в чем не виновата. Только один человек должен быть перед тобой в ответе. Это я. Чтобы скрыть бесчестие своей дочери, я отдал тебя этой женщине. К всеобщему удовольствию. Нет. Это неправда. Я выплакала все глаза, не забывая тебя ни на минуту. И если у тебя была добрая и ласковая мать, то только благодаря моим молитвам. Что ж, возможно. Бог мне послал добрую и ласковую мать. Она мне отдала все свое сердце, всю свою душу. А разве я бы этого не сделала? Но тебя силой вырвали из моих объятий. Очень печальная история вы мне поведали, сеньора. Но, к сожалению, она меня не тронула. И хоть вы произвели меня на свет, но мать у меня другая. Та, что меня вырастила. А вас, сеньор, я глубоко презираю. За ту боль, которую вы причинили своей дочери, вас накажет судьба. А, наша цыганка! Вот, не ожидала, что они тоже попросили тебя погадать. Да, красавица. Но, по-моему, они остались не совсем довольны. Ой, мамочка! Ты чем-то расстроена? Это ваша дочь? Да. Почему ты плачешь? Может быть, она тебе нагадала что-нибудь плохое? Луиса, я должна тебе все... Сеньора! Не стоит посвящать свою дочь в те глупости, которые я нагадала вам. Когда я уйду отсюда, вы забудете о них и обо мне. Ты предсказала плохое? То, что я прочла по ее руке, касалось не будущего, а прошлого. О, Дева Мария! Я испугалась, что она вам нагадала что-нибудь плохое о моей предстоящей свадьбе со свальдо. Ты выходишь замуж? Да, цыганка. На будущей неделе. Но, сеньора, кажется, мы для вас сделали все, что могли. До свидания. Пойдем, Есения. Есения? Какое красивое имя. Есения? Ты вернешься? Да, сеньора. Может быть. Бабушка, почему мама плачет? Потому что цыганка воскресила в ней горькие воспоминания. Иди, успокой ее. И все-таки Луиса должна узнать правду. И узнать от тебя, Хуан. Нет, я не могу вам пару. Я не вынесу. Луиси-то станет меня презирать, когда обо всем узнает. Луиси-то станет меня. 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 Так надо сказать ему, что ты не цыганка? Нет, бабушка. Асвальд от меня не отказывался. В том, что произошло, мы оба виноваты. Значит, он тебя любит, да? Я прочла в его глазах, что очень любит. Так пойди и заяви о своих правах. Или ты разрешишь этой дурочке, у которой есть все, прибрать еще и его к рукам? Ты верно говоришь, бабушка. Пусть моя новая испеченная сестренка не радуется. Я не отдам его ей. Ну вот, наконец-то. Ты родилась не цыганкой, но цыганка в душе. А мы цыгане не прощаем. Отомсти им, Есения. Пойди туда и забери то, что тебе принадлежит. Ну вот, я пришла. И хочу узнать, чего вы заслуживаете. Мою ненависть, мое презрение или мою жалость. А почему не твою любовь? Не могу вам ее обещать. Двадцать лет большой срок. Ни вы, ни я не знаем, сможем ли преодолеть его. Ты всегда была со мной. Все эти двадцать долгих лет ты была в моих мыслях, в моем сердце. Я с тобой не расставалась. Пусть так, сеньора. Но мне и вы, и все в этом доме чуждо. Я постараюсь привыкнуть. Но если мне это не удастся, вернусь обратно в табор. Хорошо. Из нас двоих условий должна ставить ты. И я их принимаю. Я уверена, что любовь матери растопит лед твоего сердца. Я хочу тебе рассказать об одном своем поступке. И узнав о нем, ты больше не будешь любить меня. Но, дедушка, разве я могу не любить тебя? Выслушав мою исповедь, ты, может, и говорить со мной не захочешь. Но я обязан это сделать, чтобы искупить вину за ту ошибку, которую я когда-то совершил. Двадцать лет тому назад в этом доме родилась девочка. Ты все перепутал. Мне исполнилось только девятнадцать. Нет. Речь идет не о тебе, Луисита. Я всегда был высокомерен. Заботился о своем престиже. И чтобы не было пятна на нашем добром имени, я совершил подлость, за которую до сих пор расплачиваюсь. Твоя мать до того, как познакомилась с твоим отцом, была влюблена в другого человека. Я был против этого брака. От этой любви родилась девочка, я вырвал несчастное дитя из рук твоей матери и отдал одной цыганке. Нет, дедушка. Ты не мог этого сделать. Но я сделал, Луисита. Я думал, что избавившись от ребенка, который был рожден вне брака, спасу свою дочь от неминуемого позора. Так, значит, вот почему у вас с мамой были плохие отношения все эти годы. Да. И поверь мне, девочка, я и сам измучился, видя, как мучается твоя мать. Бедняжка. А почему ты не искала эту девочку? В течение многих лет мы пытались ее найти, но безрезультатно. Проведению было угодно, чтобы именно ты ее нашла. Я? Да. Твоя родная сестра цыганка Есения. 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 Это правда? Да. Дедушка, идем в табор за ней. Нет, нам не надо туда ходить. Есения здесь, в этом доме. Она теперь будет жить с нами, хотя чувствует к нам неприязнь, имея на то все основания. Прости меня, Луисита. Кого я должна прощать? Высокомерного и бездушного человека? Его я никогда не знала. У меня был совсем другой дедушка. нежный, любящий, все понимающий. И он ни в чем передо мной не виноват. А кто был мой отец? Превосходный человек. Но он был не богат. И моя семья не могла смириться с этим. Он умер незадолго до твоего рождения. Как это все грустно, сеньора. Теперь я знаю, от кого унаследовала свою несчастную судьбу. Представляю, сколько ты перенесла горя в своей жизни. Ошибаетесь. Я была очень счастлива. Теперь начинаются мои мучения. Есения! Я только что узнала, что ты моя сестра. Дай мне тебя обнять. Мамочка, дедушка Хуан мне все рассказал. Это было ужасно, да? Ты могла бы и раньше узнать правду. Но я боялась, что ты будешь меня осуждать за мое прошлое. Никогда, мамочка. Ты дала мне жизнь, и этого достаточно. Я хочу попросить у тебя прощения. Скажи, ты могла бы меня простить? Простить тебя? За что? Ну, за то, что твое место в этом доме заняла я. Ах, до чего я рада. Я всю жизнь мечтала иметь сестру. Только, пожалуйста, не строй себе иллюзий. Прости, ты о чем? Видишь ли, хоть мы по крови и сестры, но мы чужие, в слишком разных условиях мы выросли. Моя любовь поможет вам стать друзьями. Вы такие обе хорошие. А вы уверены, что я хорошая? Ведь вы меня совершенно не знаете, синьора. Синьора? А почему не мама? Лицемерить я не могу. Грустно сознавать, что жизнь, дарившая мне столько прекрасного, тебя лишила всего. Она и мне дарила прекрасное. А ты когда-нибудь была влюблена? Да. И этого человека я полюбила на всю жизнь. Тогда, значит, ты его любишь так же, как я у Сувальдо. А он? Он тебя любит? Да, Есения. По-моему, любит. Ты даже не можешь себе представить, какой он хороший и добрый. Ты мне говорила, что он был разочарован в любви. И страдала от этого. Ты не знаешь, кто она? Нет. Я его об этом не спрашивала. Да и какое мне до этого дело? Мне важно только то, что теперь Асвальдо мой. Ты спишь, Есения? Нет. О чем ты думаешь? Я думаю о своем любимом. А я об Асвальдо. Завтра ты его увидишь. А что ты ему скажешь обо мне? Всю правду. Почему я должна ее скрывать? Пусть он знает о поступке дедушки. Спасибо, девочка. А по какому случаю ты угощаешь нас сегодня коньяком? Ага, наберись терпения, дедушка. Я вам приготовила сюрприз. За него стоит выпить. Сюрприз? Пейте. Твое здоровье. А сейчас я вам представлю свою сестру. Сестру? Луисита, ты что, тоже пила коньяк? Нет, дедушка, я его не люблю. А сестра у меня есть. У нее, правда, был другой отец. Мы сестры только по матери. Она будет жить здесь. Это дом ее, так же ее, как и мой. Что ты теперь скажешь, дедушка? Что мне нужно выпить еще рюмочку коньяка. А ты, Освальдо? Ну, что тут говорить. Когда я вижу твое сияющее лицо, мне самому хочется прыгать от радости. Ты очень милая. А вот и моя сестра. У нее красивое имя. Есения. Господи, что с тобой, дедушка? Неужели красота моей сестры тебя так потрясла? Смотри, я буду ревновать. Угу. Угу. Идем, Есения. Я вас познакомлю. Это мой дедушка Роман. А это мой жених Освальдо. Самый лучший мужчина в мире. А мы уже знакомы. Я знаю этих сеньоров. Ах, вот как? Откуда? Не забывай, что я цыганка. Я ходила по улицам и гадала. Ты гадала и моему дедушке? А что ты ему нагадала? Это он предсказал мне несчастье. А я и не думала, что мой дедушка умеет что-то предсказывать. А где ты познакомилась с Освальдо? В одном городе, Луиса. Я предложила ему погадать. И прочла по его руке большую любовь и разлуку. А ты Освальдо тоже помнишь ее? Да, Луиса. Я хорошо помню эту встречу. Какой прекрасный вечер. Да. Но сумерки на меня наводят грусть. Все вокруг словно бы умирает. Умирает. Как ты красиво говоришь, Есения. Красиво и поэтично. Так говорят только влюбленные. Ты угадал. Я действительно влюблена. А он тебя любит? Не уверена. А может быть, я могу тебе помочь? Меньше всего ты. Ты очень страдаешь. Безмерно, Луиса. А он? Откуда я знаю? Как я могу быть уверена в чувствах другого? Что это у тебя за шрам? Это не шрам, а цыганский крест. Если ты заглянешь в мою душу, то увидишь там точно такое же. Как странно. Кажется, я у кого-то уже такое видела. Но у кого? Луиса, иди переоденься. Ты забыла о визите к губернатору? А, да, иду, бабушка. Подожди меня здесь. Пусти меня, не надо асфальта. Почему судьба так зло подшутила над нами, Есения? Почему? Мне легче умереть, чем переносить эти муки ада. Если ты меня любишь, увези меня отсюда, увези меня. Есения. Так вот оно, что ты полюбил эту наивную девочку. Нет, нет, тут совсем другое. Асфальдо, надеюсь, ты будешь нас сопровождать? С большим удовольствием, сеньора. Где сеньор? В своем кабинете, сеньора. А мама? Она в вашей комнате, сеньорита Есения. Я пойду к дедушке. Да. Ну, хорошо. Раз вы настаиваете, я вам скажу всю правду. Не думайте, что я пришла сюда из-за вас. Я не хочу и не буду жить в этом доме. Я пришла только за тем, чтобы взять то, что по праву принадлежит мне. И что Луиса хочет у меня украсть. Почему ты говоришь так? Я уверена, что Луиса готова отдать все для того, чтобы ты была счастлива. Не думаю, сеньора. Для этого ей придется пожертвовать своим счастьем. Отдать мне Асфальдо Ледука, своего жениха. Он мой муж. Твой муж? Да. И если мы с Луисой занимаем одинаковое место в вашем сердце, а вы не один раз нам об этом говорили, сможете ли вы потребовать от нее такой жертвы? Сможете? У Луисы было все, сеньора. И деньги, и семья, и положение. А у меня ничего, кроме любви Асфальдо. И Есения. Есения, дочь моя. Я вас прошу, помогите мне. Я вас умоляю. И тогда я поверю, что вы действительно моя мать. О, Господи Боже. Я понимаю, что вам это будет нелегко. Но вы должны войти в мое положение. Помоги мне, мама. Я тебя умоляю. Мама. Мамочка. Есения. Я не могу этого сделать. Луиса очень больна. Это убьет ее. Больна. Вы лжете, Луиса, ничем не больна. Клянусь тебе. У нее тяжелый порог сердца. Она обречена. Пам. У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! Луиси, это так поздно. Что с тобой, моя девочка? Что случилось? Я все знаю, дедушка. Я все знаю. Зачем я его встретила, зачем полюбила? Я хочу умереть. Успокойся, родная, успокойся. Я хочу умереть. Опасность миновала, но при таком заболевании, как у нее, ей вредны всякие волнения. Вы должны оберегать ее от них. А домой ее можно отвезти? Я боюсь, что там беспокоятся. Только не сейчас. Пусть она лучше до утра поспит. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Луисито, почему такие испуганные лица? Разве Томас не предупредил вас, что я буду ночевать у дедушки Романа? Но почему ты там оказалась? Так, бабушка, маленький каприз. Захотелось перед свадьбой поговорить с дедушкой Романом. Вряд ли тебе удалось. Старик сам любит трещать, как сорока. Это ты рта не закрываешь. Спроси у Луиса, она подтвердит. Не ссорить, мальчики. Я глаз не сомкнула всю ночь. Почему ты не сказала, что идешь к дедушке? Заставила всех волноваться. Не сердись, мамочка. Твоя дочь снова с тобой здоровая и веселая. Дедушка, скажи у Свальдо, чтобы он не приходил ни сегодня, ни завтра. У меня в эти дни очень много дел. Это неудобно, Луисита. Ах, бабушка, но у меня и правда много дел. Я еще не видела подвенечного платья. Может, там нужны переделки. Твое платье уже здесь. И оно прелестно. Ах, оно действительно прелестно. И к тому же очень тебе идет. Зачем ты мучаешь Есению и заставляешь примерять свое платье? Ах, мама, зачем? Затем, что со стороны виднее. А теперь оставьте нас наедине. Я хочу немного посекретничать со своей сестрой. Ты не волнуйся, мама. Мы будем говорить о пустяках. Тебе платье нравится? Ты будешь очень красивая. И ты будешь красивая в день свадьбы. Не правда ли? Прости меня, Луиса, но я на свадьбе не буду. Как это так? А родная сестра и не будет на моей свадьбе? Не могу, Луиса. Я хочу вернуться в табор. Неужели у нас тебе не нравится? Не в этом дело. Я привыкла к другой жизни. А здесь, в этом доме, я словно, ну, словно птица в клетке. Я люблю бродячую жизнь и без нее тоскую. Может быть, это и так, но мне кажется, что дело не только в этом. Только в этом, Луиса. Ты меня хоть чуточку любишь? Больше, чем я хотела бы. Клянусь. Ты плачешь, Луиса? Да. Я плачу, но от счастья. Я только... Только сейчас поняла, что может сделать любовь сестры. И во имя этой любви исполни мою просьбу. Не уходи сейчас. Останься до моей свадьбы. Луиса, я не... Если ты откажешься, я буду знать, что ты меня любишь меньше, чем я тебя. Ну, пожалуйста, Есения. Всего на один день прошу тебя. Останься. Ты меня уговорила. Я останусь. Но сразу после свадьбы я уйду. Есения, подожди. Что вы желаете? Я хочу поговорить с тобой. А я не хочу вас слушать. Оставьте меня. Твоя бабушка сказала, что после свадьбы Луиситы ты уходишь от нас. А поскольку вы такой добрый и хороший, вы будете умолять, чтобы я вас не покидала. Быстро же вы забыли о том, как отдали меня в чужие руки. Не зная, погибну я или останусь в живых. Нет, я не забыл этого и никогда не забуду. И все-таки мне... Зачем так много слов? Я меньше других имею права просить тебя остаться. Это я знаю прекрасно. Я только хочу услышать от тебя, что ты меня прощаешь. Цыгане не учили меня прощать. И я должна была бы ненавидеть вас. Но я не могу. И полюбить не в силах. Но ты меня прощаешь. Да, сеньор. Я вас прощаю. Спасибо. 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 Моя любимая сестра Есения, Господь никогда не забывает тех, кто страдает. Я знаю о той большой любви, которая живет в твоем сердце и сердце Освальдо. Выходи за него замуж. И не думай обо мне. Для меня будет самым большим счастьем знать, что вы вместе. Я невольно встала на вашем пути. Клянусь, я этого не хотела. Теперь я возвращаю тебе того, кого ты любишь больше жизни. Я хочу, чтобы все знали, что на душе у меня спокойно. Дорогой дедушка, ты когда-то сделал Есению несчастной. Теперь ты должен сделать ее счастливой. Обещаешь? И, пожалуйста, не плачьте, мои любимые. Наша разлука не будет долгой. Я уезжаю с дедушкой Романом в Европу. Там он меня покажет лучшим специалистом и кто знает. Это я велел их пригласить, чтобы ты с ними простилась. Есению, я желаю тебе счастья. Живите в мире и дружбе. Благодарю, дедушка. А почему я не вижу Романа? Наконец-то асфальт образумился. Шикарная свадьба, верно? А помнишь, как нас пытались уверить, будто та цыганка его жена? Я сразу поняла, что она самозванка. Что с тобой? Тихо. Успокойся, Саша. Успокойся. Успокойся. Саша. Субтитры создавал DimaTorzok